Всем привет! В эфире Универ Ньюз. В студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. КФУ прошла Всероссийская научная конференция по вопросам современных концепций педагогического образования. Дни Роснефти ждут студентов федерального. В Институте управления экономики и финансов был проведен круглый стол. 27 марта в Бишкеке начал работу первый форум ректоров вузов Кыргызской Республики и Российской Федерации развития науки и образования инвестиций в будущее. Целью данного мероприятия является формирование новых эффективных направлений киргизско-российского сотрудничества в области высшего образования и науки для поддержки Евразийских интеграционных соглашений. А мы переходим к другим новостям. В КФУ прошла ежегодная Всероссийская научная конференция по вопросам современных концепций педагогического образования в контексте творческого саморазвития личности – Андреевские чтения. Подробности в следующем сюжете. Уже четвертый год в КФУ проходит Всероссийская научная конференция, посвященная педагогическому наследию Валентина Андреева. Профессор на протяжении 25 лет возглавлял кафедру педагогики высшей школы КФУ и был основателем школы педагогики и творческого саморазвития, которая известна не только в России, но и за рубежом. Мы все являемся его учениками, последователями, и каждый по-своему развивает его идеи в одном из направлений, которые сейчас становятся все более актуальны с точки зрения, конечно, и педагогического образования, и возможностей самосовершенствования и педагога, и студента. Методики Валентины Андреевой не потеряют актуальности, ведь творчество стоит на одном из первых мест в работе педагога с учениками. Конференция проходит не первый раз, мне она особенно дорога и близка, потому что я была ученицей Валентины Ивановича. В каком смысле? Он был научным руководителем моей кандидатской диссертации и моей докторской диссертации. Я его первая доктор наук по зарубежной педагогике, видимо, поэтому меня всегда просят вести эту конференцию. Сейчас современные науки приходят к выводу о необходимости менять методики обучения современных школьников и студентов с переходом на интерактивные средства обучения. За время работы в рамках федеральных и международно-научно-исследовательских проектах психолого-педагогического направления статус КФУ значительно вырос в мировых научных рейтингах по предметному направлению образования. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. 28 и 29 марта в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ пройдут Дни Роснефти, где студенты смогут непосредственно у представителей компании узнать о прохождении практики и новых проектах компании Роснефть. Подробнее в следующем сюжете. С 28 по 29 марта в Казанском федеральном университете пройдут Дни Публичного акционерного общества Роснефть. В течение двух дней в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий начнут проходить лекции и семинары от ведущих специалистов компании. В 11 часов 29 марта в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий состоится анонс для студентов совместной магистрской программы Petroleum Engineering. Программа Petroleum Engineering реализуется на базе Казанского федерального университета и Лондонского империал-колледжа. Отбор на данную программу будет проходить в виде экзамена и собеседования, в котором принять участие могут не только геологи, но и физики, химики, а также математики. Благодаря этой программе студенты смогут бесплатно учиться и получать стипендию в Лондонском империал-колледже, так как обучение будет оплачивать Бритиш Петролиум и Роснефть. Это огромная возможность для студентов, потому что магистрские дипломы данного учебного заведения открывают двери во все ведущие нефтегазовые компании. Согласно программе, в 12 часов на втором этаже Института геологии и нефтегазовых технологий будет проходить ярмарка вакансий, где посетители смогут непосредственно у представителей компании узнать о перспективе прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства в ведущей энергетической компании России. Алсу Сатарова, Универ Ньюс. В рамках республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать, не взять» на территории Института управления экономики и финансов был проведен круглый стол. Студенческие организации подвели итоги работы за прошедший год и поделились своими идеями на будущее. Подробности о встрече в сюжете Александра Кулалаева. Собрание за круглым столом. На повестке дня была тема борьбы со взятничеством, которая обсуждалась в рамках республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать, не взять». Встреча прошла на территории Центра магистратуры Института управления экономики и финансов КФУ. И встретила как представителей вузов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан, так и представителей администрации учебных заведений. Наша задача именно проводить информационно-просветительские мероприятия. То есть мы не учим ребят ловить преступников, мы именно учим противодействовать. То есть как отказаться, как обратиться в какой орган, если ты столкнулся с коррупцией. Круглый стол начался с приветственных слов гостей программы, среди которых были представители управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, Министерства юстиции Республики Татарстан и Общественной палаты Республики Татарстан. Главная идея этой программы – посвящение молодого населения в делах антикоррупционной деятельности и поиск новых активных кадров. В рамках круглого стола представители вузов показали свои отчеты проделанной работы за прошедший год и поделились своими идеями на будущее. Принималось все, даже самые смелые творческие идеи. Так, студенческая комиссия КФУ юридического факультета в лице руководителя Максименко Дарьи поделилась своими успехами в продвижении антикоррупционной деятельности среди молодежи, а также тремя случаями обнаружения визятничества. Александр Кулаев, Александр Юдин, Ниверньюз. 27 марта в симуляционном центре КФУ прошел квест для участников лагеря английского языка Discovery. Школьники учились оказывать первую медицинскую помощь. Для этого им было предложено пройти пять станций, на каждых из которых они учились накладывать гипс, швы. Весь обучающий процесс был на английском языке. Для лучшего понимания участникам раздали подсказки с переводом некоторых медицинских терминов. Мероприятие несло больше обучающей, нежели соревновательный характер. Подобный квест уже проводился в начале учебного года, однако не в таком большом масштабе. По словам Екатерины Челимовой, организаторами стали лучшие студенты ИФМИБа, также свободно говорящие на английском языке. Студенты все придумывали сами, то есть это полностью их работа, они работали, ну, наверное, им было тяжело. В данном случае организовать это легко, так сказать, пригласить и показать. Но работа была проведена довольно-таки тяжелой, то есть что было бы интересно детям в данном случае. Задействовано, в принципе, все, от лакроскопии до наложения швов и до наложения шины. КВС прошел в рамках образовательной программы «Лагеря КФУ», в состав которой входят и профориентационные мастер-классы. Школьники получили возможность познакомиться с Институтом фундаментальной медицины. Участники мероприятия не испытывали сложностей в понимании материала, а наоборот, были рады тому, что поднимают уровень своего английского. Это прекрасная возможность именно попробовать на практике профессии, новые профессии, открыть для себя что-то новое. Это очень интересно и захватывающе. 27 марта во всем мире отмечается День театра. В этот раз в России его празднует в год театра, учрежденный указом президента. День театра отмечают все служители сцены – режиссеры, актеры, продюсеры, осветители, билетеры и даже гардеробщики. О том, как его отмечают в Казани, наш следующий сюжет. Театральная жизнь Казани в последние годы радует жителей города своим разнообразием. Традиционно академические театры здесь соседствуют с камерными творческими лабораториями. Большие оперные и балетные премьеры с поднимающим голову молодежным театром всех мастей. В то же время свою деятельность разворачивают несколько сезонных, регулярных и нерегулярных театральных лабораторий, таких как Свияжскартель или город-арт-подготовка, в ходе которых друг с другом сталкиваются профессионалы, любители и учащиеся театральных и нетеатральных вузов. И что самое интересное, они находят общий язык. День театра – это не только праздник, но, как правило, еще и повод подвести какие-то итоги и наградить самых достойных представителей своей профессии. В каждом регионе России, в каждой области сегодня подводят итоги, награждают победителей, тех, кто в течение года как-то активно наиболее показал себя. У нас в этот день традиционно уже 10-й год, 9-й год проходит республиканская театральная премия «Тантана Триумф». И сегодня в 7 часов начнется оглашение результатов работы комиссии. Казанский федеральный университет не отстает от культурной жизни города. 13 апреля театральная студия «Все свободны» и «Института международных отношений КФУ» проводит театральный фестиваль под названием «Без билета». Цель фестиваля – познакомить студентов и жителей города с интересным и актуальным театральным искусством. Театральный фестиваль «Без билета» проводится впервые в Казанском федеральном университете. Это наш авторский творческий проект. Мы долго о нем думали, долго размышляли, что именно вам представить. Непосредственно будут представлены 6 спектаклей, режиссерами которых будут студенты Казанского федерального университета сами по себе. Это будет очень творческая, очень интересная тусовка. Советую вам приходить, будет очень клево, интересно. Всю подробную информацию о фестивале «Без билета», включая расписание и тизеры готовящихся спектаклей, можно найти в одноименной группе ВКонтакте. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok